Ученики, которые испытали на себе предвзятое отношение учителей. Расскажите свою историю. Учительница английского языка валила меня два года из-за моего произношения. Я приходила в декабре, марте, июле, потом снова в декабре, марте, июле. Но так и не получила диплом, потому что не нравилась ей. Однажды спросила её серьёзно. Я совсем ничего не могу сделать. В итоге я поговорила с директором, чтобы он дал мне возможность дать экзамен другому учителю. Прошли годы. Я работала в больнице, и туда пришла эта вредная учительница. У неё были проблемы со здоровьем, и именно я о ней позаботилась. Ей нужна была моя помощь, и я о ней не стала мстить. Я просто напомнила ей, как плохо она себя вела. А она всего лишь извинилась передо мной, но я была счастлива. Преподавательница по менеджменту в сфере технологий не очень меня любила, потому что однажды я ей нагрубила. Она поставила мне 4 балла за итоговую работу. Мне нужно было 6, чтобы пройти, а моей партнёрше 8. Я вежливо попросила у одноклассницы её работу, а дома сравнила её ответы со своими. Они были такими же, только та девушка исписала на 2 листа бумаги больше, потому что у неё крупнее почерк. Когда я пожаловалась учительнице, она не смогла дать мне вразумительного объяснения. Мне пришлось заново проходить этот дурацкий предмет и сдавать устный экзамен, на котором я показала ей, как много на самом деле знаю. У меня было несколько замечательных педагогов, но одну учительницу, которая преподавала у меня в 5 классе, я до сих пор вспоминаю с ужасом. Она собрала хор из всех детей класса и, когда мы начали петь, прервала нас. Подозвала меня и громко сказала у всех на виду, «Ты не умеешь петь, ты звучишь ужасно». В результате сегодня даже у себя дома, если я хочу спеть что-либо, я делаю это только, когда никого нет рядом. Мне 70 лет. В старших классах у меня была учительница машинописи, которая порвала мою домашнюю работу за то, что я выполнила её на розовой бумаге. Она даже не стала проверять её и поставила мне ноль. Она всегда плохо со мной обращалась, была очень груба, а спустя годы я узнала, что моя мама была её соперницей, поэтому она вымещала злобу на мне. Я всегда нервничала перед уроком, потому что знала, что она будет ругать меня при всех под каким-либо предлогом. Мне было 5 лет, я училась в первом классе. Наша преподавательница давала нам больше, чем требовалось по программе, чтобы мы быстрее научились читать и писать. Она хотела, чтобы мы опередили другие классы в параллели. Однажды директор школы узнала об этом, отобрала тетради у всех учеников и порвала их у нас на глазах. Директор помешала мне выиграть приз по истории, которые давали в конце каждого года, только потому, что я никогда не надевал форменные брюки. Она ненавидела меня, но не хотела исключать, потому что я был гордостью школы. Обиднее всего было то, что по той же причине она не пустила меня на экскурсию в музей изобразительных искусств. У меня была учительница, которая всегда ставила моей однокласснице высшие оценки. Мы знали, что это не во всех случаях было заслужено. И хотя я была хорошей ученицей, с моими экзаменами всегда случалось что-то неладное. Тем не менее, я тогда отпустила ситуацию. А в конце года моя мама зашла к учительнице что-то спросить и увидела, как та примеряет украшения, которые мама другой ученицы подарила ей за то, что она так хорошо относилась к ее дочери. Тогда мы все и поняли. Когда я учился в начальной школе, мы должны были посещать уроки музыкального образования. Мои родители приложили огромные усилия к тому, чтобы купить мне флейту. Однажды одноклассник тайком взял ее у меня и стал с ней играть так, словно это шпага. Учитель отнял у него флейту и, думая, что это его, сломал ее. Когда я сказал учителю, что это моя флейта, он наказал и меня, обвинив во всем. Мама подняла шум и в итоге школа купила мне новую флейту. В пятом классе учительница дала нам задание, которое мы должны были выполнить до перемены. Я и несколько моих друзей не успели и остались его доделывать. Через несколько минут учительница сказала нам идти на обед. Когда мы вернулись в класс, она отметила наши работы как несделанные, хотя ранее сама сказала нам, что мы можем уйти. На следующий день мама пошла поговорить с ней, и та имела наглость сказать, что поставила мне «нет». Не потому, что я не выполнила задание, а потому, что я была самой тихой ученицей в классе. Она заявила, что хотела показать всему классу, что плохие оценки могут получить все без исключения. Училась в пятом классе, мне было тогда почти 10 лет. Я не нравилась учительнице, и она всегда искала повод поставить мне плохую оценку. Однажды я пропустила школу, потому что дедушка попал в аварию. Когда учительница спросила меня, почему я пропустила школу, и ответила, что мой дедушка заболел. Она ответила обидным тоном «А ты что, медсестра?» У моего сына синдром Аспергера, и первый год в начальной школе был кошмаром. Каждый день учитель просил других детей сказать мне, что мой сын плохо себя ведет. Они еще и издевались над ним, меня это очень расстраивало. В конце концов, я решила сменить школу. Сейчас моему сыну 16 лет, и он до сих пор не любит вспоминать то время. Однако мы встречали и замечательных учителей, которые искренне хотели помочь ему понять себя. Когда мне было 9 лет, у нас был учитель, который каждый день в половине четвертого давал нам что-нибудь почитать, чтобы мы вели себя тихо, потому что в нашем классе стоял телевизор, и в это время передавали новости. Когда мой младший брат был в начальной школе, учитель написал о нем в школьном отчете. «Он очень плохой ученик, в жизни ничего не добьется, но вы должны его понять, он мальчик из плохого района». Хотелось бы мне увидеть лицо этого педагога в тот момент, когда он узнает, что парень из плохого района получил грант на обучение в Японии и стал учителем музыки. Причем таким, которого обожают ученики, и которые на день учителя получают столько подарков, что их некуда складывать. Восьмой класс. Я была влюблена в одного мальчика. Он узнал об этом и устроил травлю. Однажды шел мимо и толкнул меня. Я в сердцах закричала «Отстань от меня», добавив что-то из ненормативной лексики. Это услышала учительница. Она схватила меня за руку и потащила через весь коридор, и объяснила, что произошло. Ну а она заставила меня написать открытое письмо с извинениями за использование ненормативной лексики. Этот случай показал мне, как взрослые относятся к детям. А еще я поняла, что могу использовать силу языка. То письмо было настоящим шедевром. У меня, помню, началась астрономия в школе. Интересно было, перигелий, восхождение, вот это все. Разобрался, но первый контрольный решил все минут за 10 и помогал всем окружающим. После того, как все в классе получили минимум четверки, а я единственный получил двойку с формулировкой. Но явно ведь списал. Я потерял интерес к предмету раз и навсегда. В третьем классе меня наказали за то, что я попал кому-то снежком в лицо. Только это был не я. Сначала взрослые вели себя со мной, как с хулиганом. А когда я протестовал, меня еще и лжецом назвали. В школе был один учитель, который портил мне жизнь. Однажды он решил провести тест. Обычно учителя раздавали листки с вопросами и зорко следили за тем, чтобы мы не списывали. Но в тот раз он просто взял и вышел с кабинета. Я был отличником и все, конечно, кинулись ко мне смотреть ответы. Сами понимаете, если бы я их выдал, класс бы меня возненавидел. На следующий день, что неудивительно, учитель объявил, что обнаружил массовое мошенничество. Все, кто принял в нем участие, будут наказаны. Он наказал и меня, заявив, что любой, кто дает подсказки, несет такую же ответственность, как и те, кто списывает. Оглядываясь назад, задаю себе вопрос. А как он узнал, что это был я? Ведь он никогда не спрашивал меня о том, что случилось. В 11 классе я шла на медаль. Учительница географии узнала, стала меня валить. Вызывает к доске на каждом уроке. Отвечаю на все вопросы и начинается. А как выращивают рис? В каком месяце цветет сакура? Я сначала просто в ступор впадала. Рассказываешь про автомобильную промышленность, а тут вопрос про рис. Подошла к ней после урока, напрямую спросила, в чем проблема. Она, естественно, заявила, что никакого предвзятого отношения нет. Только на следующем уроке я получила тройку за правильно написанный тест. Потому что ей показалось, что чернила у ручки голубые, а не синие. Однажды мне за классную работу по английскому языку поставили двойку. Причем в этот день меня в школе не было. Учительница истории почему-то не взлюбила меня. Валила меня на ровном месте. Запишем лекцию и она тут же просит меня встать. И заставляет пересказывать конспект на 5 страниц. То есть все, что записали за полчаса урока. И я должна была слово в слово пересказать. Одноклассники пытались меня защищать. Но она рявкнула, что если еще раз услышит писк, то поставит двойку. В итоге я просто перестала вставать и зевала, глядя ей в глаза. Она бесилась, ставила мне двойки. Но после того, как я заявила, что ее оценки ни на что в моей будущей жизни не повлияют, и она может ставить хоть единицу, учительница как-то поутихла. А в аттестате у меня 4 по истории. В первом классе я долго лежал в больнице. Там я много читал и был просто очарован Альбертом Эйнштейном. Мама подарила мне книгу «Вселенная Эйнштейна». Мне было 6 лет, поэтому я многого не мог понять. И я был слишком мал, чтобы осознать, что и большинство взрослых тоже не понимают этих вещей. И вот я вернулся в класс и стал спрашивать учителя о непонятных моментах в книге. Вместо того, чтобы сказать «Я не знаю», он злился и заставлял меня стоять в коридоре. Да, меня наказывали за то, что я задавал вопросы учителю. У меня друг на перемене выпросил списать. Сдали тетради, ему поставили четверку, мне двойку. Вот я в шоке был тогда. Друг был любимчиком учительницы. В итоге сказал ему, мол, так не пойдет, пойдем и все расскажем. Исправил оценки. Ему поставило тройку, мне двойку. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok